Приветствую вас, коллеги. Зовут меня Ракалович Слав. Я занимаюсь отделочными работами в городе Бресте. Не секрет, что отделочники должны выглядеть более или менее цивильно, потому что заказчики смотрят, какой инструмент, смотрят, как выглядит, как отделочник общается, курит он на объекте, не курит, выпивает, бросает опорки. То есть, все это смотрится. Так вот, для того, чтобы более или менее защитить внешний вид, есть вот такой вот костюм компании АПП. Это не лоново-тканевый костюм. Я постоянно, ну, как бы многими костюмами пользуюсь, но этот костюм выделяю особенно. И на компании АПП, чтобы интересно будет. Есть у нас свободные продажи. Вообще, они используются для маляров, которые красят автомобили. Чем примечателен этот костюм? Вот эта часть у него нейлоновая и антистатическая. С этой стороны у нас все дышит. Здесь ткань. Есть кармашек небольшой. Чем еще большой плюс? Хороший замок. Маленькая такая вот, можно сказать, для лица маленькая, такое окошечко. Везде очень плотные такие резиночки. На ногах, на руках. Вот. Он легко строится в стиральной машине и он долговечный. Его хватает очень-очень надолго. Если мы шпаклюем, мы красим и так далее, и так далее. То есть, для того, чтобы нам защитить какой-то чистый костюм, мы его одели и спокойненько работаем. При этом потеть мы не будем, потому что ткань дышащая. Даже с этой стороны она дышащая. Если работаем на фасаде, защищает от ветра. То есть, я сейчас продемонстрирую, как она в закрытом состоянии выглядит. То есть, можно даже не снимать ботинки, ничего. Думаю, информация кому-то будет полезна. Мало ли, кто не знает. По деньгам, если у меня спросят, стоит он эквивалентно 15 долларов. Слышите меня, сколько ураги? Отличные существа. Они живут в природе, и все у них понимает, что у меня нормально. Обратите внимание, молния. То есть, он закрывает очень плотно. Очки, респиратор, если это необходимо будет. Вот такой костюм. Так что, ребята, не в качестве рекламы, а в качестве просто помощи. Если вы вдруг купили костюмы, и хотите выглядеть достойно. Все, ребята, всем пока. Увидимся.